Ну что ж, давайте продолжим и будем снимать вторую часть, где я покажу мои пудры, бронзеры, хайлайтеры и румяна. Все-все, что у меня есть. Первое средство, оно лежит среди, ну вот как раз таких палеток. Это от Марк. Я сейчас даже еле вспомнила, что это. На самом деле, я совсем недавно покупала. Это тоже такого вот плана, тональная основа. Я просто забыла, что у меня еще вот в таком варианте лежит. Это тоже база под тональные кремы, поэтому я ее тоже буду использовать с огромным удовольствием, потому что в первой части я вам показала, и у меня их всего две, и они обе заканчиваются. А эту я вот тестировала какое-то время, она у меня новая, и отложила. Вот лежит не на своем месте, поэтому немножко заблудилась. Давайте покажу пудры. У меня есть две рассыпчатые. Одна от Буржуа. Вот такая. Какая-то она очень удобная, подстраивается под любой тональный, под любую кожу, и светлую, темную, вообще беспроблемная пудра. Во втором оттенке розы, рози, как-то так называется, вот такая вот. Прямо она неубиваемая. И вторая, которую я в этом месяце пытаюсь использовать, пока сильно загорелая, это Тиандэ. Я ей всегда пачкаю стол, все вокруг себя, она у меня как-то сыпется все время. Сейчас попробую снять, показать вам спецэффекты все. Нет, не покажу. Вот она такая вот темная. Никак я с ней не подружусь. Единственное, я тут думаю, может быть, ее смешивать с чем-то. Вот пока сейчас загорелая, ей можно пользоваться. Но в любом случае, как-то рука тянется к беспроблемным пудрам. Но она у меня есть. Также от Фаберлик, вот эта пудра у меня вторая уже. Она, палетка не очень удобная. Вот это оформление полукруглое делает ее очень громоздкой. На самом деле, вот столько лишнего занимает место в косметичке. А пудра отличная, прямо вообще отличная, беспроблемная. Я ее купила второй раз, потому что понравилась. Хорошо работает, хорошо мотирует. Пудра для лица Триумф. Этот оттенок 8... Так, давайте я поближе покажу. 62, 41. Да. Такая. Также от Эйвен блестящая пудра. Блестящая упаковка пудры Люкс. У нее уже хорошее панорамное зеркало. И вот такая вот пуховка, кстати, я пользовалась одно время, потом перестала. Она у меня, кстати, уже тут имеет такую ямочку. Я долго не могла с ней подружиться. Но единственное, она под более светлую кожу. То есть под смуглую не подходит. Отличная пудра в итоге оказалась. Но долго я ее пыталась под себя смирить. От Фаберлик еще есть вот такая блестяшка. Я ее прямо искала акцию, чтобы купить. Потому что дорого. Очень красивое оформление. Единственное, что это пластик. Но кто видит, что это пластик? Вот такая пудра. Она тоже беспроблемная. Классно наносится. Название у нее звездный выход. 63, 14 оттенок. Далее от Мэри Кэй у меня есть две пудры. Одна даже имеет собственную палетку. Палетки у них продаются отдельно. Пудра отдельно. Можно даже сюда спонжик класть. Отделение. На самом деле вот эти пудры минеральные. Они идут вот в таких рефилах. И вот у меня была возможность один рефил убрать. У меня в двух оттенках. Одна посветлее, вторая потемнее. Оба отличные. Сейчас посмуглее. Классная. Можно потом зимой посветлее. Вот этот рефил у меня сейчас в косметичке месяца. И я им пользуюсь с огромным удовольствием. То есть вот эту игнорирую. Вот эту использую. Нравится. И последняя пудра, которая у меня есть. Это Эйвен Колор Тренд. Она мне нравится, но зимой. Она для меня светловатая. Такой светловатый оттенок. Тоже она уже так пальцем я чувствую луночку. То есть пудры у меня используются. Я за них не переживаю, что их там много. Даже специально покупала. Вот это вот у меня новенькое. Вот это новенькое. Остальные. Вот это новое. Подарок. Вот это новое подарок. А тут осталось-то чуть-чуть. Дальше давайте я вам покажу румяна. У меня есть вот такие румяна от Фаберлик. Кто-то скажет, что это не румяна, а недоразумение. Но будет в какой-то мере прав. Потому что эти румяна, ну я не знаю, они не румянят что ли. Я использую их только зимой, когда белая кожа, чтобы вот прямо сияние добавить. Видите, оно немножко-немножко дает сияние, свечение. И вот в таком плане эти румяна подходят. Здоровый такой цвет счетчик делает. Делают. Также мои любимые румяна от Revlon. Оттенок 0,20. Их можно как отдельно, прямо вот, как бы как хайлайтер и бронзер использовать вот так. Видите, цвет меняют они. А можно вот так вот. И тогда будет такой спокойный оттенок. Но я обычно делаю либо вот эти три, либо вот эти два. Сейчас уже мне некуда накладывать. Я, в принципе, уже все перемешала. Тоже вот вам, наверное, не видно. Но тут уже хорошая такая лунка. И реально пользуюсь с огромным удовольствием. Прям люблю я эту палетку. Нежной-нежной любовью. Также румяна, которые у меня сейчас находятся в косметичке месяца от Avon. Вот такое они имеют название. Это прямо мои любимки. Вот такое панорамное тоже большое зеркало. И хотя эти румяна идут... Так, куда вам поместить? С блестками, с небольшими. Они очень классно смотрятся на загорелой коже. Оттенок слива. Ну, можно, конечно, переборщить. Я сейчас от души нарисовала. Ну, я не пользуюсь. Я кисточкой пользуюсь от набора. Но вот эти румяна отличные. Мне они нравятся. Прям с удовольствием пользуюсь ими. Дальше. У меня есть 2 румяна от Mary Kay. Один такой, прямо классика. Розовый такой. Прямо сочно-розовый. Не, дайте вот этим пальцем. Вот я все одним и тем же рисую. Вот такой вот он. Прямо сочный. Его нужно осторожно, чтобы не переборщить. А вот эти румяна, они подходят и как хайлайтер, и как губная помада, и на все случаи жизни. Вот. И как тени. То есть, ими, одними, Mary Kay делают макияж всего лица. У них даже такой мастер-класс есть, когда они из одних вот этих румян делают весь макияж. И знаете, очень красиво получается. Кто был на таких макияжах, уходят с восхищением, потому что многие, кто его делают, думают, что им не пойдет. И остаются приятно удивлены, что в итоге получается очень даже неплохо. Дальше у меня несколько палеток. Румян у меня, кстати, немного. Вот так, чтобы конкретно это были чисто румяна. Если вот пудры в стороночку, чтобы нам не путаться, то румян получается вот сколько. Пудра еще есть тут местечко. Вот мы их куда. А с этой стороны будем румяна собирать. Это румяна уже, которые идут вместе с хайлайтером напополам. С этой стороны, видите, оттенок румян. А с этой хайлайтер. Заговариваюсь уже. Очень понравились. Вот так вот смотрят. С румянами можно, конечно, тут уже переборщить. А вот хайлайтер тут отличный. Это от Mary Kay. Хайлайтером можно и как тенями пользоваться. Отличные прямо. Дальше. От Avon была вот такая палетка. Тоже ее одни любят, другие не любят. Но, как правило, тут пользуются чаще одним бронзером. Видите, тут тройное. Трио хайлайтер слишком много блесток. Сейчас я попробую. Так. Бронзер очень приятный. Им не переборщить. И румяна прям такие сочные. Ну и давайте перенесем. Вот так все смотрится. Все наносила я на палец прямо так активно. Но видно, что не сильно все отдает. Сейчас еще вот. Самый нежный, приятный на ощупь, это вот этот бронзер. Он прямо нежный. А румяна и хайлайтер с блестками и прямо как будто песочек какой-то трешь. Ну, в общем, как-то вот для меня эта палетка не подружилась я с ней. И от Mark прямо новинка-новинка. Только-только купила. Еще ни разу не пользовалась даже. У меня тут еще лежит вот эта вот заглушечка. Осталась я довольна. Посмотрите, какой дизайн красивый. И давайте я вам покажу. Ой, прямо нежные-нежные. Вот так смотрится. Хайлайтером. Сейчас я вот здесь вот покажу. Можно очень красивое подсвечивание. Сделать его нужно совсем каплю. И будет вам счастье. Ну и румяными осторожно не переборщить. Я люблю такие темненькие оттенки румян. Мне они, как кажется, идут. Так, куда мы? Давайте сюда, к румянам. Сейчас я пальцы сотру быстренько. И руку. И посмотрим, что у меня есть из бронзеров. А нет, вру. Румян у меня еще много. Во-первых. Во-вторых, это все было во-первых. Да, вот у меня. Во-вторых, есть от Mary Kay еще вот такие румяна. Они подходят и как помада. В стике. Но ими переборщить запросто. Вот. Смотрите, какая красота. То есть, я им на самом деле боюсь пользоваться. Конечно, я пробовала пользоваться. Знаете, как вот так вот. Прям чуть-чуть берешь. И пытаешься вот растушевать. И тогда румяна ложатся красиво. Но нужно прямо приноровиться очень осторожно. Чтобы вам не насмешить всех людей вокруг себя. Также у меня есть румяна. Мои одни из любимых. От Тиандэ. Вот просто, если не знаешь, чем воспользоваться. Или надо воспользоваться. Так, что-то испачкалось. Очень быстро. А то вот эти румяна. Тоже на первый взгляд они кажутся темными. Но они отличные. Вот. Для моего лица они отличные. Тень дают хорошую. Люблю. Прям очень их люблю. И с удовольствием использую. Дальше у меня есть две палетки румян. От Бэль. Которые ко мне в разных коробочках красоты приезжали. Я вам показывала обе. Каждую в свое время. Номер 1 и номер 2. Давайте я вам покажу сначала номер 1. Вот так она выглядит. Можно вот так вот все отдельно наносить. А можно их смешивать. И будет легкий-легкий цвет. В общем, вот такой оттенок. И второй номер. От Бэль. Вот так. Тоже можно. Сейчас я так вот яркие сначала покажу. Вот так они смотрятся. Ну, эти прям совсем спокойные. И можно смешивать. И тоже получается такой спокойный, интересный оттенок. Ну, можно пальцем-то, конечно, переборщишь. Но когда вы наносите все кистью, то это все смотрится очень красиво. Нравятся обе палетки. Они отличные. Просто отличные. Так, из румян у меня есть еще. Сейчас покажу, что он. От Эйвен. Ой. Тут что-то бронзеры, что-то румяна. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот такие 4 штучки. Это шарики. Так хаотично буду открывать, показывать. Вот. Это бронза получается. Видите, они такие темненькие. Так, ну, давайте бронзеры сюда будем собирать с вами. Так, это я пуховки специально покупала. Эти больше как хайлайтер. Блестяшка. Все лицо подсвечивает. Так, сюда. Вот такие. Интересные румяна. Тоже они больше такие, как пудра подсвечивающая идут. Ну, давайте. Ладно, нет. Мы будем все вместе. Так, и тут тоже пуховочку им покупала. Вот такие румяшки. Самые спокойные. Так, сейчас мы с вами попробуем пуховочку их так набрать. Не знаю, будет ли чего видно. Ну, вот свечение видно. Видите, прямо такое красивое свечение получается. Здоровая кожа. Благодаря им. Так, не закрыла, да? Вот так. С этим все. Давайте бронзеры посмотрим, какие у меня есть. Во-первых, есть от Фаберлик. Он был лимитированный. Вот этот красивый бронзер. А вот это... Сейчас перемешанный, видите, хайлайтер. Так, не знаю уж куда показывать-то. Бронзер очень спокойного оттенка. Им не переборщишь. А хайлайтер прямо сверкалка, которым можно использовать как тени. Прямо очень красивый. Так, сейчас я вытру немножко руку. Мне кажется, я бронзер не могу набрать нормально. Ну да, вот. Вот он прям совсем спокойный. Не переборщишь при всем желании. И от Кадали есть вот такое средство. Очень его тоже люблю. Потихонечку пользуюсь. Это тоже бронзер. Кистью хорошо набирается. Пальцем, конечно, так не набрать. И тень дает очень натуральную, красивую натуральную тень. Так, это от Кадали, наверное, выпало. Так, еще сверкалочки какие у нас есть. Давайте смотреть. Старая палетка от Фаберлик. У многих в коллекции она есть. Смотрите, какая красота. Красота. Ну, почему они сейчас не изготавливают такие красивые палеточки. Тут тоже трио. Но хотя оформлено очень красиво, очень неудобная палетка. Вот этот хайлайтер, это сплошная близкочесть. Пудра отличная. Но ее отсюда достать сложно. Ну, и бронзер, в принципе, хороший, неплохой. Но вот из-за этого хайлайтера, вроде хочется, если рука тянется, то хочется взять такую палетку, которую можно воспользоваться полностью всеми тремя средствами. И так она остается, вот эта палетка забытой у меня в итоге. Так, дальше. Сейчас сотрем. Есть блеск. От Maybelline. Мастер скульптор. Эту палетку я люблю, но пользуюсь ей не часто. Тут, кстати, есть второе отделение. У меня до сих пор, видите, детственно чистая кисточка. И пользуюсь я этой палеткой своими кистями. Как тени порой использую. И вообще хорошо. Ой, много нанесла. С удовольствием пользуюсь вот этим вот хайлайтером. И для моей кожи очень хороший бронзер. Дает спокойную тень. И у меня желтый подтон кожи. Мне нравится. Но вот пользуюсь не часто, видите. Потому что я вообще с бронзерами на Вы. Я с ними мало сотрудничаю. И чаще ими пренебрегаю. Поэтому они у меня в коллекции есть. Но использую не часто. Так, сейчас я уже нормально руки сотру. И пальцы все грязные. Так, дальше. От Фаберлик есть вот такая палеточка. Не смогла пройти мимо. Долго о ней думала. Все равно купила. Ну вот она, видите. Даже рисунок не испорчен. С этой стороны тоже хайлайтер. С этой бронзер. Но он такой, знаете, блестяшка бронзовая. Больше они смотрятся как тени. Их можно смешивать. Жалко все время пачкать. Получается, в принципе, это то же самое, что вот первый оттенок. Для меня это больше как тени. И использовать хочется их как тени. Видите, они какие. Все красоту испортила. Но красота быстро восстанавливается. Пальчиком везде проедешь. И все. И снова красиво. Ну ладно. Так, дальше. Это стираем. Палетка недавно вышла в новой девичьей коллекции. От Фаберлик. Вот так она смотрится. Тоже я ей попользовалась. Но совсем чуть-чуть. Потому что очень неудобно лазить в эти сторонки, чтобы набирать продукт. Так, тут я много набрала. Ну вот как тут попадешь по этому бронзеру. Видите, он есть. Он такой симпатичный. А пудра тут отличная. Пудра хорошая. Прямо пудра мне нравится. Хайлайтер тоже неплохой. Но вот он слишком белый для меня. Ну, если даже в другом месте. Ну, белый. А пудра и бронзер отличные. Вот. Вся вымазалась. Так. Ну, мне очень хотелось такую палетку. Она такая жестяная, классненькая. Прямо довольна я была, когда я ее все-таки приобрела. И последнее средство, которое мне осталось вам показать. Ой, чуть-чуть ее не уронила еще. Это моя любимая палетка. Которую я пользуюсь с огромнейшим удовольствием. Вот прямо очень рада, что я ее взяла. 61,49 артикул. Это вот эта, как не знаю, эту пудру назвать. Она была такая, знаете, с горкой. Сейчас этой горки уже нет. Она у меня плоская. Как она красиво делает кожу. Какой красивый. Кожа светится изнутри. Я большой такой пушистой кистью прохожу по всему лицу. И такое красивое внутреннее свечение получается. Прямо супер. Вот это вот я влюбилась. Особенно сейчас, когда я загорелая. Это очень красивое средство. И приносит мне колоссальную просто радость и удовольствие. А вот такие у меня оказались огромные запасы. Но это такие запасы, которыми я с огромным удовольствием пользуюсь. То есть, в запасах у меня есть еще вот такая палетка для бровей. С таким названием. Но она у меня каждый раз в косметичке месяца. А эта в запасе точно такая же. То есть, по сути, ее показывать смысла нет. Потому что ее многие знают. Вот такие у меня румяна, хайлайтеры, бронзеры. Надеюсь, со мной было интересно. Надеюсь, я была кому-то, может, полезна. Ну, или просто кто-то получил удовольствие. Кто, как и я, любит просто смотреть косметику, сводчи, перебирать что-то. Спасибо всем за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока! До новых встреч!